Здравствуйте! Это новости на ННТ. Я Махач Курбанов. Расскажу вам о последних событиях к этому часу. Короткий анонс. Сколько миллионов и куда публичные слушания по бюджету Дагестана прошли сегодня в Народном собрании. Октаж и мусорная поляна. В Хасаюртовском районе выявлена несанкционированная свалка с бытовыми отходами вдоль русла местной реки. Кому пришлось убирать, расскажем через несколько минут. Пять поединков Беларова. Представитель столичного клуба Universal Fighters стал лучшим на чемпионате мира по джиу-джитсу. Сколько миллионов и куда. Публичные слушания по бюджету Дагестана на 2022 год и плановый период последующих двух лет прошли сегодня в Народном собрании. Самые большие объемы расходов традиционно предусмотрены на образование, здравоохранение и социальную политику. Более подробно об этом расскажет Наталья Ханбабаева. Налоги наши все. Без этого и казна не казна, и доходы не те. В следующем году бюджет Дагестана будет дефицитным. Об этом сообщил в Рио министра финансов Яну Саадуев. Региональные доходы составят более 158 миллиардов рублей. Расходы же превысят 172 миллиарда. По словам министра, решить проблему можно только одним способом – увеличением налоговых поступлений. Мы все должны четко осознавать необходимое решение двух задач. Максимально возможное увеличение налоговых поступлений, применение всех средств и методов для достижения, а также не просто экономные, а главное – эффективное расходование бюджетных средств, в том числе имея в виду государственный подход и персональную ответственность руководителей всех рангов и на всех уровнях исполнения консервированного бюджета. В ходе обсуждения состоялся обмен мнениями. Депутаты и представители общественных организаций задавали вопросы, которые волнуют сегодня жители Дагестана. В частности, об отсутствии должного финансирования столицы региона. Махачкала, по мнению отдельных выступавших, постоянно недополучает. Профильный министр с доводами не согласился. Столица есть столица. Как можем, так и помогаем. Бюджет города Махачкала, во-первых, недооценный. Как вы и сказали, он миллионный город. Бюджет у него очень большой налоговый потенциал. В этом году в бюджете предусмотрено 500 миллионов рублей на решение проблем города. 500 миллионов было предусмотрено в прошлом году, с начала года. Вот работу начали, вот сейчас, вот видите улицу Каркмасова. Расходы в сфере здравоохранения увеличиваются. И в первую очередь это связано с повышением оплаты труда и лекарственным обеспечением граждан. В РИО министр Татьяна Беляева отметила, что дефицита средств для закупки лекарственных препаратов нет. Дефицита средств для их закупки нет. По факту мы имеем, да, особенный дефицит вот этих дорогостоящих таргетных лекарственных препаратов, которые испытывают недостаток в том числе и на федеральном уровне. То есть многие регионы не могут их закупить только потому, что тот препарат, который сейчас у всех на слуху, это препарат Актемра, он просто не завозится в Российскую Федерацию, это препарат швейцарский. В Российскую Федерацию он не завозится. По итогам обсуждений парламентарии республики приняли ряд рекомендаций. В частности, депутаты выступили за выполнение всех социальных обязательств перед населением, а также предложили поддержать малый и средний бизнес. Резиденты в Дагестане. Два новых инвестора по территории опережающего социально-экономического развития появятся в Дагестане. Об этом говорили на совещании правительственной комиссии под руководством Нюстерета Амарова. В рио первого зампреда отметил важность привлечения инвестиций в республику, в первую очередь с целью создания дополнительных рабочих мест. На заседание были внесены заявки от двух организаций – ООО «Хазар» и ООО «Проект Строй». Принято решение о направлении в Минэкономразвитие страны материалов для включения данных организаций в реестр резидентов ТОСЭР. Напомним, постановлениями федерального Кабмина у нас созданы территории опережающего социально-экономического развития – Каспийск и Дагестанские огни. Наличие статуса резидента ТОСЭР в моногородах в целом предполагает налоговые льготы и другие преференции. В Хасаюртовском районе выявлена несанкционированная мусорная свалка. Об этом сообщили местные экоактивисты на своей странице в соцсети Instagram. На видео показана большая территория, охваченная бытовыми отходами. Свалка растянулась на сотню метров вдоль русла реки Акташ. Пресс-служба местной администрации ответила, что загрязненный участок на видеоролике относится к лесному фонду республики и находится в юрисдикции Комитета по лесному хозяйству Дагестана. Как стало известно позже, представители ГКУ Хасаюртовское лесничество совместно с городскими службами выехали на место и приступили к уборке мусора. Далее короткие новости в рубрике «Дайджест» от Хамзы Нурмагомедова. В школах республики в ближайшее время не будет дистанционного обучения. Об этом заявил Сергей Меликов на заседании оперштаба. По его словам, сейчас такой необходимости нет. При этом руководитель Дагестана подчеркнул эффективность системе QR-кодов, благодаря которой в регионе заметно увеличилось число вакцинированных людей. Советский районный суд Махачкалы отправил задержанного за взятку работника Роспотребнадзора под домашний арест. Напомним, он был задержан полицейскими при получении взятки от предпринимателя. Установлено, что подозреваемый в ходе проверки в одном из предприятий выявил нарушение санитарных норм. Владелец пообещал устранить нарушение, однако проверяющий потребовал взятку за несоставление административного протокола. При получении взятки в 20 тысяч рублей специалисты Роспотребнадзора взяли с поличным. С учетом различных обстоятельств суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца до 10 января 2022 года с наложением соответствующих ограничений, уточнили в пресс-службе суда. Четверо дагестанцев получили длительные сроки за организацию террористической ячейки. Известно, что они в 2018 году планировали напасть на правоохранителей. Для этого преступники приобретали боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ. Махачкала вошла в топ-3 кулинарных столиц России по общественному питанию. Об этом сообщает компания SWAP. Исследование охватило 50 крупнейших городов страны. Первое место занял город Сочи, второе – наша столица, а третье – Калининград. На рейтинг повлияли такие показатели, как количество заведений общепита, местная кухня и популярность питания вне дома. Праздник старинной песни «Песни гор» прошел в Дагестане. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации мероприятие проводилось в режиме онлайн. В мероприятие приняли участие вокальные коллективы, исполнители патриотических песен из Ахтынского, Бабаюртовского, Буйнакского, Кумторкалинского, Хасавьюртовского, Ногайского, Сергокалинского, Новолагского, Карабдахкенского, Тарумовского районов и города Южно-Сухокумск. Цель праздника – сохранение и популяризация старинной народной песни, поддержка талантливых исполнителей, а также воспитание подрастающего поколения в духе уважения к истории и культуре родного края. Борис Вольник Магомед Курбан-Али выступит на чемпионате мира среди военных. Турнир пройдет 21-22 ноября в Тегеране. В иранской столице Хасавьюртовец будет бороться в весовой категории до 74 килограмм. Это не первое участие Курбан-Алиева в подобных соревнованиях. В 2015 и 2016 годах он выиграл Всемирные армейские игры и признавался лучшим в мире среди военнослужащих. Также Магомед Курбан-Алиев к своим 29 годам выигрывал обычный чемпионат мира и дважды был первым на чемпионате Европы. Дагестанец Абдурахман Биларов выиграл золото чемпионата мира по джиу-джитсу. Представитель столичного клуба Universal Fighters стал лучшим на соревнованиях в Абу-Дабе. Биларов выступил в весе до 94 килограмм. Для победы ему потребовалось провести пять схваток. В финале он со счетом 10-0 одолел представителя Израиля. Помимо Абдурахмана Биларова бронзовой медалью в Эмиратах отметился еще один дагестанец Магомед Расул Гаджиев. Всего в турнире принимали участие более тысячи спортсменов из 60 стран мира. Это все о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Оставайтесь с нами, смотрите новости. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин